Болтливые россияне оказались находкой для кибермошенников. Россияне, рассказывая в соцсетях о краже денег с банковских карт, тем самым помогают хакерам выбирать наиболее удачные схемы мошенничества. Об этом коммерсанту сообщил замглавы управления безопасности ЦБ Артем Сычев. По его словам, кибермошенники сконцентрировались на представителях среднего класса в возрасте 25-40 лет. Данная выборка не случайна. Какое логичное действие человека, которого ограбили, обратиться в полицию и в банк, чтобы сообщить о хищении? Однако данная категория жертв злоумышленников предпочитает сообщать о хищениях в социальных сетях ВКонтакте или ФЦБУАК, причем в подробностях расписывая все детали пояснил Сычев, отметив, что таким образом мошенники получают готовые инструкции. Директор по маркетингу компании SolarCiturit Валентин Крохин сказал газете, что полученные из соцсети схемы публикуются в специальных сообществах мошенников, а затем дорабатываются и распространяются. Как правило, речь идет о простых видах мошенничества, рассчитанных на доверчивых россиян. Например, злоумышленники звонят под видом сотрудника кредитной организации или МФО потенциальной жертве с сообщением, что ей одобрен кредит в режиме онлайн, и теперь нужны лишь реквизиты карты для зачисления денег, рассказал Сычев. По данным ЦБ, в 2017 году хакеры украли у российских банков более миллиарда рублей. Атакам подверглось 240 кредитных организаций. Успешных взломов в Банке России насчитали 11. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.